Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Вот у нас здесь есть фидер, положение включено, это лампы индикации и наш автомат. Нагрузка на фидере сейчас составляет 217 ампер, но наш прибор это не показывает. Прибор подключен, это задняя коммутация лампы, фидер в работе, секция сборных шин 0,4 кВт, отходящая линия, рубильник, трансформатор тока и внизу наш автомат. По этой ячейке я вам показывал сюжет, где возникло у нас короткое замыкание на выводе автомата. Но ситуация сегодня немножко другая. Коэффициент трансформации у нас трансформатор тока 750 на 5, вот еще раз покажу, вот. То есть коэффициент 150, вторичный ток мы измерили вещами 1,5 ампера, это получается умножаем 225 ампер, то есть на вторичке имеется ток, но на прибор он у нас не приходит, значит проблема скорее всего в клемме, в данной клемме. Вот у нас приходит И1 с трансформатора тока, вот этот наш вывод, А05, И1 на клемму Х3.1. Вот она у нас пришла. Оп, ушло на вторую, со второй ушло на прибор, с прибора вторая ушла на вот сюда, на вторую клемму, здесь через перемычку вернулась на желто-зеленый проводник, то есть на И2 вывода трансформатора тока. Вот этот конец, именно этот идет на наш трансформатор тока. Да все бы ничего, но мы всегда привыкли, испокон веков, что токовая цепь всегда должна быть закорочена. Но здесь принцип проектировщикам был задан абсолютно другой. У нас пришло с трансформатора тока на первую клемму, оп, и сразу мы его закоротили на второй вывод. То есть на прибор у нас ничего не пойдет. Первый раз за всю свою практику я вижу, что токовые цепи собирали вот таким образом. Понятно, что имеются схемы вторичной коммутации, это без проблем все видно, все понятно, но тем не менее у нас уже в голове всегда заложено, что токовая цепь должна быть закорочена. А здесь наоборот, этот клеммник должен быть разомкнут. Вот я сейчас его разомкну, и у нас сразу наш прибор заработает. Вот, вот, вот,одвинул, тот первый и второй. Клеммик я разорвал. Теперь смотрим. Вуаля! И у нас отображаются положенные наши 200 с небольшим ампер. А это токи по фазам, которые измеряет сам непосредственно автомат. КАЗ-Оптимат-Д. У него встроены трансформаторы тока, и он уже по каждой фазе видит нагрузку. Это у нас полупроводниковые расцепители МР-1, с которыми имеются периодические проблемы. Об этом я тоже вам рассказывал в отдельном сюжете. Кому интересно, можете перейти по ссылочкам в описании под видео и ознакомиться. В принципе, идея проектировщика при применении данной схемы достаточно логичная. То есть, можно закоротить токовую цепь, не используя каких-либо перемычек, специальных приспособлений, закороток и тому подобное. В отличие от схем, применяемых у нас на подстанциях. Вот у нас клеммник вторичных токовых цепей. Вот у нас амперметр, прибор на дверце. Здесь же у нас счетчик электрической энергии. Вот счетчик. Вот прибор задней коммутации. Все токовые цепи приходят на наш клеммник вот с этой стороны. С той стороны у нас приходят все токовые цепи непосредственно с трансформатора тока. Вот через аналогичные клеммы у нас происходят здесь расключения. Вот эти вот оранжевые ползунки, которые вы видите, они у нас всегда замкнуты. И, например, чтобы мне поменять прибор, или счетчик, не суть важно, мне необходимо закоротить токовую цепь с помощью специальных перемычек, разъемов, закороток и тому подобное. Тестовые разъемы устанавливаются вот в эти специальные имеющиеся места на данных клеммах. Очень удобно. Кстати, не забывайте, что разрывать токовую цепь при работающих трансформаторах тока запрещено. Об этом у меня есть отдельный подробный сюжет на канале. В общем, обязательно переходите и посмотрите. Собственно, про что я и говорил. Мы привыкли, что у нас токовая цепь всегда замкнута на клеммах. Вот эти оранжевые ползунки всегда замкнуты. А на подстанции, которую я вам сейчас показывал там, вот эти ползунки должны быть наоборот разомкнуты. И если необходимо, допустим, там поменять прибор, их необходимо замкнуть, тем самым закоротив непосредственно вторичную токовую цепь у трансформаторов тока. В принципе, удобно. Но непривычно. Покажу вам пример советского токового клеммника. Вот он, собственно. Вот эти белые шпеньки, так называемые, они вкручиваются, либо выкручиваются, тем самым замыкая, либо разрывая токовую цепь. Вот видите, здесь шпенька нет. И вот эта вот клемма, она как бы в разрыве. Где и вкручен шпеньок, там, соответственно, цепочка в данный момент замкнута. Вот по аналогии и сделаны наши все остальные клеммы. Оранжевый ползунок в клемме и является альтернативой вот этого непосредственно вкручивающегося шпенька. Вот он вкручивается, либо выкручивается. Здесь у нас аналогичная схема. Вот два индукционных счетчика, прибор. Вот прибор, два счетчика. И при необходимости поработать в токовых цепях, либо произвести замену прибора, либо счетчика, нам необходимо закоротить токовую цепь. Как в таком случае нам поступать? Как мы работаем? Все просто. Вот сюда кверху у нас подключаются проводники, которые приходят с трансформаторов тока. Сюда подключаются проводники, которые уже уходят на приборы. Это наш токовый клеммник. Так вот, чтобы поработать, допустим, разорвать токовую цепь на счетчике, либо на приборе, нам необходимо вот здесь вот, либо вот здесь вот, на специальных вот этих винтовых зажимах, винтах, установить перемычки. Но у нас имеются для этого специальные вот такие вот закоротки. Вот это общий конец у закоротки. Мы ее устанавливаем, допустим, на общий вывод трансформатора тока на ноль. И по фазам подключаем там А, Б, С фазы, подключаем уже на соответствующие фазы вторичных цепей. И все. И дальше мы делаем разрыв токовых цепей и меняем наши счетчики, либо приборы. Собственно, я поэтому и говорю, что испокон веков мы уже привыкли вот именно к такой реализации исполнения токовых цепей. То есть, токовая цепь всегда должна быть у нас замкнута, а не разомкнута, как это сейчас я вам показывал на новой нашей подстанции. Да, здесь, как я и говорю, что необходимо иметь опять-таки специальные перемычки, специальные закоротки, но это уже со временем является атрибутом, который всегда находится на постоянной основе с собой в кармане. Еще раз акцентирую внимание на том, что я не хочу сказать, что именно вот такая схема единственная правильная, и схема, предложенная проектировщиком на одной из новых подстанций, она неправильная, некорректная, неверная. Нет, абсолютно я с этим не согласен. Обе схемы имеют место быть. Просто еще раз говорю, мы привыкли вот к такой реализации, как я вам показал, а проектировщик на новой подстанции применил другую реализацию на токовую схему. Так что вот так вот бывает на практике. Не всегда закороченная токовая цепь, это правильно. Но такое было небольшое видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много еще всего интересного. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч!